Продолжение следует... Итак, соответственно, тема моего доклада была ориентирована не на эту секцию, а на другую и была связана скорее с некой попыткой осмысления того, как могут в той или иной ситуации вести себя в рамках существующего обострения конфликта, меняющихся, трансформирующегося регионального порядка, трансформирующихся реалий конфликта. Государства, которые чисто географически удалены от зоны противостояния, от сектора газа. Сегодня мы не зря говорили преимущественно о странах Машрика, странах Западной Азии, которые не могут не реагировать на конфликт. Но есть и целая группа государств, которые обладают такой роскошью, и эта роскошь дана им в силу географической удаленности от эпицентра противостояния. И в конце ноября, всего лишь неделю назад, у нас была конференция в высоте Востоковедения, которая организовала отдел общих проблем, старелые конфликты в мире. И в рамках этой поисковой конференции мы искали разные новые подходы к осмыслению этого явления. Я, поскольку занимаюсь изучением Северной Африки и преимущественно ливийской политики, пытался найти для себя вопрос, каково место и роль Ливии и подобных ей стран Северной Африки. И как показывает практика, отчасти Южной Аравии, удаленных от зоны конфликта. И какова их роль и место в конфликте, и как эта роль и место определяет их политику, как внутреннюю, так и внешнюю по палестино-израильскому противостоянию. Как это позволяет стране, в том числе, оказывать влияние на конфликт, и, возможно, даже влиять серьезно. В несвойственной мне манере я сегодня не буду говорить об историографии, и, скорее, мой доклад будет содержать некие методологические размышления, или даже, возможно, измышления. Поэтому здесь будет много текста, и он будет на слайдах, поэтому слайды рекомендуются для использования. Сама динамика арабо-израильского и палестино-израильского конфликта, они разнонаправлены. И в этой аудитории, я думаю, нет смысла доказывать, объяснять, в чем, собственно, разность характера динамического развития этих двух конфликтов в средней и долгосрочной перспективе. И поэтому я лишь только скажу, что эти конфликты по своей структуре отличаются, они отличаются по своей логике, а, следовательно, и мотивация, и деятельность, и степень вовлеченности акторов будет отличаться. Поэтому, хоть мы используем в современных реалиях, при описании современных реалий, современных арабо-израильских отношений, понятие арабо-израильский конфликт, оно, конечно, имеет совершенно иное наполнение, нежели годы назад, десятилетия назад и, может быть, даже меньше. Соответственно, сам по себе регион, большой арабский мир, страны, входящие в лигу арабских государств, на протяжении всей истории конфликта по-разному в него вовлекались. Далеко не все арабские государства участвовали в непосредственном боевом соприкосновении с государством Израиль за интересы освобождения Палестины, деоккупации, и, следовательно, в обществе восприятие этого конфликта этих стран всегда менялось. И чем дальше страны от эпицентра конфликта, несмотря на наличие иногда водных пространств, их соединяющих, а мы знаем, что исторически арабы были знатными мореходами, и торговля, и морские пространства всегда тесно были взаимосвязаны и влияли на историю арабов. Но в данном случае, в случае данного конфликта, эти морские пространства служат серьезной преградой между странами, удаленными от конфликта, и эпицентром противостояния. На различных этапах развития конфликта я позволил себе выделить вот такую схему, а именно выделить некое ядро и некую периферию. Здесь, конечно, можно за деталями, так сказать, зацепиться, но, тем не менее, важно в данном случае, что, как и любая объяснительная модель, данная концепция является обобщением. Вольным ровно в той степени, сколько он позволяет объяснить тот тезис, который считается главным. У меня главный тезис заключается в том, что позиция североафриканских государств, она принципиальным образом может отличаться от позиций Западной Азии, по арабских государств Западной Азии, по Палестино-Израильскому конфликту. И вот, соответственно, рассматривая структуру конфликта на протяжении десятилетий, второй половины XX века, мы увидим следующее, что государства Северной Африки в начале конфликта находились на так называемой дальней периферии. Находясь в зависимости от европейских государств, не обладая собственной самостоятельной внешней политикой, они не могли в данном случае каким-то образом серьезнейшим повлиять на конфликт. В 1956 году, когда Суэцкий кризис многими интерпретируется как вторая арабо-израильская война, и вовсе произошло сужение ядра до только Египта, который участвовал активно в этом конфликте, как арабская страна. Все остальные арабские страны, имевшие суверенитет, оказались в ближней периферии, они способны были выражать так или иначе свою позицию, но не вовлекались в боевые действия. На дальней периферии продолжали оставаться зависимые, полузависимые государственные или протогосударственные образования. В 1967 году количество государств в ядре оказалось снова много. На ближней периферии оказалось также больше государств, потому что много бывших колоний и протекторатов стали независимыми. Но сохраняли свой статус зависимых территории в Западной Азии, в регионе залива, и, соответственно, дальняя периферия именно в таком формате продолжала еще существовать. К 1973 году все практически арабские государства стянулись в ближнюю периферию. Они уже были независимыми, они могли влиять, они, соответственно, выражали ту или иную политическую позицию на пространстве международных организаций и даже участвовали в той или иной степени в нефтяном эмбарго. В то время как Египет и Сирия взяли на себя основной удар, скажем так, военного противостояния государству Израиль. И несмотря на то, что эпоха конвенциональных войн между арабскими странами Израиля после этого закончилась, началась эпоха интернационализированных конфликтов, как в Ливане во время гражданской войны, когда, собственно, Израиль и Сирия вовлекались в этот конфликт и ввели противостояние друг с другом. Сохранялось вот это противостояние между Сирией и Израилем. Тем не менее, в ядре конфликта уже оказались именно палестинские организации, входившие в состав Организации освобождения Палестины. Именно они, Израиль, составили в этот момент ядро. А вот в этот момент начинает складываться новый формат той самой дальней периферии. Поскольку эти страны Северной Африки и Йемен в это время занимают очень радикальную позицию и оказывают неподдержку ООП, в том числе легитимизируя террористические методы как инструмент политической борьбы палестинских организаций. В отличие от занимавших уже иную позицию Египта и Ордании после Черного Сентября, Египта после Кэм-Дэвидских соглашений, эти государства, государства Северной Африки, такие как Алжир, Ливия и Южная Аравия, такие как Северный и Южный Йемен, выражали в тот момент вполне красноречиво поддержку любым средствам в борьбе палестинского народа за независимость. В 90-е и 2000-е годы место ООП в ядре в противостоянии Израилю занял уже, соответственно, Хамас. ООП оказалась в какой-то степени оттеснена от данной сферы, ну и сама, в общем-то, в данном случае организация занимала эту позицию вполне осмысленно. А вот на дальней периферии там никаких серьезных переизменений не было, кроме того, что выстраивалась новая стратегия. Арабские страны Персидского залива в той или иной степени выбирали модель, если не сосуществования мирного с Израилем, то путей с ним эффективного, ограниченного взаимодействия, которое и привело, в конце концов, к появлению феномена Авраамских соглашений в 20-х годах. Вот, соответственно, поскольку я взял пример Ливии, здесь скажу, соответственно, несколько слов основных об ключевых этапах формирования позиции Ливии по арабо-израильскому и палестино-израильскому конфликту. Во-первых, стоит отметить, что до сих пор у Ливии отсутствуют дипломатические отношения с государством Израиль. Этот вопрос очень болезненный. Юргийское общество выражает безусловную поддержку палестинскому движению. Это происходит как на официальном политическом уровне, так и на широком общественном сознании. Более того, события 2023 года показали, что позиция по палестино-израильскому конфликту это одно из немногих, почему разные группы ливийского общества могут прийти к консенсусу практически моментально и практически без каких-то серьезных проблем. Чем дальше проблема от самих ливийских дел, от самой ливийской земли, тем легче по ней договориться с самим ливийцем. Тем не менее, до революции 1969 года в Ливии ливийское государство, в общем-то, занимало крайне пассивную позицию по арабо-израильскому противостоянию, оказывая весьма пассивную поддержку арабским государствам, палестинскому делу, лишь на словах, а по факту находясь в сфере плотного влияния Великобритании и стараясь изолировать себя от влияния тех стран, которые в этот момент, скажем так, направляли движение интереса арабских государств, таких как Египет, соседний Египет. В 1969 году с приходом к власти свободных офицеров, социалистов, юнионистов во главе с Каддафи начинается период активизации внешней политики Ливии под знаменами арабского национализма. Включала она в себя и политику выселения евреев с территории Ливии. В последние годы этот феномен стал достаточно богато изучаться в западной антропологических, социологических исследованиях по Ливии, и, собственно, еврейский вопрос, скажем так, в ливийских реалиях приобрел достаточно громкое звучание в 90-е, 2000-е и 2010-е годы. В 70-е и 70-е годы ливийское руководство оказывало комплексную и очень активную поддержку палестинским организациям, в том числе дипломатическую, организационную, материальную, финансовую, но при этом существующие конфликты между палестинскими организациями, также выстраивали и достаточно сложную политику ливийцев по оказанию поддержки тем или иным организациям в зависимости от различного набора факторов. После достаточно серьезных экономических потрясений, вызванных кризисом экономической модели развития Ливии в 80-е годы и деструктивным влиянием санкций и изменившегося международного порядка в 90-е, Ливия изменила свой курс. Каддафи предложил свой план Исратины, единого государства для евреев и для арабов на территории Палестины. Проект не был в должной мере в тот момент оценен, но вот сегодня мы все чаще говорим о как раз именно то, что проект двух государств не реализуем в обозримой перспективе, а вот, скажем так, одного государства кажется по каким-то причинам более реалистичным. Важно поотметить, что типичным для государств периферии в это время становится ведение риторики, но специфичным для Ливии становится использование богатого инструментария для оказания влияния на конфликт в 80-е и 80-е годы. Я это назвал условным термином черно-зеленая дипломатия, потому что в основе ее лежали финансовые средства, получаемые от нефти, и именно благодаря нефти Каддафи смог открыть свой собственный фронт борьбы с Израилем в Африке. К 73-му году, в 74-м году ему удалось добиться того, что из 26 государств, которые имели дипломатические отношения с Израилем к тому моменту, разорвали, прекратили отношения 22. То есть таким образом была обеспечена не только дипломатическая изоляция Израиля на африканском континенте, но и был донесен серьезный удар экономическому обеспечению Израиля. Ведь, собственно, из Африки он получал часть того сырья и товаров, которые не мог получить от соседей в регионе. Более того, Ливия на именно израильско-палестинском направлении начинает отрабатывать свои инструменты, которые в дальнейшем позволят ей проводить сравнительно эффективную политику и на африканском континенте, и даже в Азии. Это инструменты оказания финансовой и материальной помощи через так называемый фонд джихада. Это, собственно, структуры бюро экспорта революции, которые позволяли готовить на ливийской территории группы прямого действия. Кто-то называет это прямое помощь в создании террористических ячеек и организаций. Это общество исламского призыва, которое осуществляло богатую палитру пропагандистских мер по продвижению идей и нужных смыслов и взглядов. Ну и, конечно, структуры, которые выросли на фоне вовлечения Ливии в различные конфликты. При отсутствии, в общем-то, скоординированной и эффективной армейской структуры существовали различные формирования, вроде исламского легиона, на базе которого, в том числе и выходцы из Палестины, так или иначе получали опыт, обучались, ну и зарабатывали в какой-то степени тоже деньги. В 2023 году произошло, ну, в собственных событиях в 2023 году Ливия сегодня. Я пропущу все эти годы, которые последовали после 2011 года. Скажу лишь так, что в 2023 году продолжается раскол и политический кризис в Ливии. Он никуда не делся. Более того, произошло возвращение к вот этому биполярному противостоянию, когда есть два правительства. Они уже не те два правительства, что были до 2021 года. Но, тем не менее, такой конфликт юрисдикции существует. При этом важно отметить четыре важных фактора, которые характеризуют уникальность ситуации 2023 года. Укрепилось правительство Добейбы. Как бы его ни пытались снести, тем не менее, оно есть. И оно достаточно состоятельно. Оно постепенно, не быстро, но очень уверенно устанавливает контроль над милициями на Западе. Не посредством их притеснения, не посредством их уничтожения, а посредством постепенно выстраивания более комплексного институционального механизма взаимодействия. Постепенно начался процесс ротации политических элит. Сменился не без проблем, но, тем не менее, председатель Высшего Государственного Совета. Сменился глава правительственной национальной стабильности вот на востоке страны. Ушел очень, скажем так, специфический персонаж, как его называли в России, бывший министр внутренних дел Башага. Его место занял более приемлемый, менее известный персонаж. С другой стороны, обострились дискуссии и политизируется активный вопрос об иностранном, в том числе военном присутствии. И вопреки попыткам западных средств массовой информации убедить в том, что речь идет о России, прежде всего, речь идет, конечно, в первую очередь о турках, суданцах и чатцах, коих в Ливии на порядок больше. Ну и четвертое – это то, что связано как раз с теми самыми чатцами, а именно этнические чистки, которые прошли на юге страны в ограниченном масштабе, но, тем не менее, прошли в 2023 году. В сентябре по стране ударил мощный ураган Даниэль, произошла страшнейшая трагедия в Дерне, где погибло больше людей, чем во всем ливийском конфликте за несколько последних лет. Эта страшнейшая трагедия консолидировала ливийское общество на какой-то момент и унифицировала, главное, ту риторику, в рамках которой высказывались практически все политики. Кроме того, все политики ждут выборов. Все так же мы сомневаемся в том, что они реализуемы в тех сроки, которые заявляются, но, тем не менее, все их ждут, все к ним готовятся. Заметные события, которые характеризуют реакцию ливийского политикума на эскалацию Палестино-Израильского конфликта в 2023 году. Это предшествовавший 7 октября инцидент с публикацией министром иностранных дел Израиля Элли Коуэном информации о том, что в Риме он имел переговоры с министром иностранных дел Ливии Наджио Мангуш. Это вызвало действительно очень мощные социальные выступления во всех частях Ливии и вынудили отправить ее в отставку. Она покинула страну, даже уехала, несмотря на то, что, по некоторым данным, ее гражданским супругом является кузен премьер-министра. И ранее прозвучавшие скандалы, связанные в том числе с ее деятельностью по выдаче американскому правосудию офицеров ливийской разведки эпохи Каддафи, хоть и вызвало мощные возмущения, но не приводило к ее отставке или к серьезным ударам по ее репутации. А вот события Палестино-Израильского конфликта действительно поставили под угрозу ее жизнь и безопасность. Пришлось ее увозить из страны. Следующий важный пункт, что во время уже конфликта, а после 7 октября, мощные общественные демонстрации, абсолютное единство, солидарность и недовольство той политикой умеренных действий, которую практикуют арабские страны. Заявления о политике полны популистских угроз, в том числе угроз нефтяного эмбарго, которые реализовать на практике они не могут в силу изменившихся структур мирового энергетического рынка и потребностей самой ливийской экономики. Без нефти, продаваемой в больших объемах, никакого наполнения бюджета не будет. А не будет, значит, и социальных расходов, и не будет никакой легитимности у действующего политического класса. Ну и, конечно, самые такие громкие события – это законодательная инициатива, закон об уголовной ответственности за нормализацию отношений с Израилем. 13 ноября его приняла Палата представителей, а 27 ноября его первый раз исполнили. Арестовали судно морское, которое перед заходом в ливийский порт заходило в Хайфу. И, следовательно, его экипаж был арестован. Что будет дальше, посмотрим. Но само по себе явление, скажем так, просто громкое. Пока просто громкое. Ну и важно, что на этом фоне в ноябре 1923 года ливийская национальная армия, ныне называемая ливийские арабские вооруженные силы Халиб и Хафтара, проводит самые масштабные в своей истории военные учения, которые по различным данным официальных представителей ЛАВС включают 70 тысяч человек. Напомню, что армия Каддафи в 70-е годы в эпеху своего тоже максимального расцвета насчитывала те же самые 70 тысяч человек. А что это значит и как это интерпретировать, здесь у нас есть еще много возможностей. Важно то, что произошел заметный рост заинтересованности ливийских политиков в манипулировании палестинской проблемой, в интересах борьбы за власть и во внутренней ливийском противоречии. Никакого реального эффекта во внешней политике это, по сути дела, не имеет. Ну, собственно, я пропущу вот этот раздел с выводами, где я говорю о важности периферии, о тем, что периферийные государства отличаются. Акцентирую внимание вас вот сюда, потому что это, наверное, в большей степени важно для тех государств, о которых мы сегодня не говорили в целом. Во меняющейся структуре арабо-израильского конфликта арабские государства Северной Африки и Южной Аравии всегда занимали позицию периферий. И периферийное положение не только определяло условия и формата их участия в этом конфликте, но и способствовало выработке специфических интересов, специфических стратегий, специфических инструментов, которые позволяли им влиять на динамику конфликта, повышать свой престиж в глазах собственного населения и позиционировать себя на региональном уровне. Никто в данном случае не помешает этим арабским странам и ныне решать проблемы своего политического имиджа за счет палестинского, палестино-израильского конфликта. При этом военные формы участия, очевидно, не рассматриваются и уступают невоенным формам участия в конфликте. Отсюда возникает такая роскошь гибкости. От радикального популизма до умеренного конформизма. От коллективного действия, которому призывают и Ливия, и Алжир, и Тунис при Кайсисайде, до эгоистичного дистанцирования политики, которую, в общем-то, в какой-то степени занял на определенном этапе Объединенные Арабские Эмираты и Бахрей, стараясь минимизировать свое публичное участие в этом конфликте. Ну и политика абсентеизма тоже, как, в общем-то, политика такого негласного нейтралитета, по крайней мере, ну, она объясняется по-разному. Тот же самый Аман и Кувейт, когда я пишу про их нейтралитет. Нейтралитет – это их элемент внешнеполитического креда. Они выступают за то, чтобы выступать посредниками. Это не значит, что их не касается этот конфликт. У них очень внутренне сложная ситуация. И в отличие от, соответственно, других государств периферии, здесь это имеет определенное значение. Ну, соответственно, последнее, что поляризации, последнее, точнее, пропустим вот это, и будет вот это. Про Ливию. Связь между восприятием конфликта в ливийском обществе и трансформирующейся ливийской государственной стратегии по отношению к конфликту нелинейна. Ливийское общество как было, так и остается солидарно только с палестинским народом. Уровень антисемитизма бытовой все равно остается и остается высокий. А с другой стороны, государственная политика может вилять. И тот же самый феномен Снаева-Мангуш не является ее личной инициативой. Это свидетельство того, что ливийский политикум рассматривал такую варианцию и активно на этом направлении работал. Влияние коллективной травмы или катастрофы на складывание исторической памяти и представление политического воображения ливийского общества все еще очень важно. И если мы говорим, что ливийская нация, ливийская политическая идентичность возможна, то общность интереса хотя бы по позиционированию себя вот в таком региональном конфликте, она важна для консолидации разобщенного ливийского общества, ливийских социальных групп. Ливийская политика участия в конфликте, она эволюционировала. Эволюционировала в русле вот этой вот дальней периферии, внешнего контура. Не испытывая перед собой реальной угрозы со стороны Израиля, она эволюционировала постепенно, в первую очередь под воздействием внутренних факторов внутри самой ливий, нежели чем изменение Палестино-израильского и арабо-израильского конфликта. Ключевые инструменты остались тем не менее те же и сегодня, в 23-м году. Нефть, ислам и, соответственно, международные организации и институты, в которых ливия при определенных условиях может чувствовать себя вполне и вполне уверенно. На этом все, коллеги, большое спасибо за внимание и прошу прощения, что я сам нарушил введенный регламент. Сергей Александрович, пожалуйста, да, вопросы. Пожалуйста. Очень большое спасибо. Замечательный доклад, очень интересный взгляд на проблему и вот это вычленение ядра дальней и не очень дальней периферии, он весьма и весьма продуктивен. У меня есть одно замечание по Палестинской войне, это первый был слайд, там указан Ливан, регулярные силы Ливана вообще в своей истории никогда не воевали с Израилем. Если и были там ливанцы, то только добровольцы. И второе, вот мы говорим арабо-израильский конфликт, а сейчас, мне кажется, надо уже немножко нам переосмыслить это понятие и говорить об конфликте Израиля с мусульманским миром. Вот первый был такой звонок, это 1956 год, тройственная агрессия, когда Индонезия заявила, что не будет препятствовать направлению своих добровольцев в Египет, и это был тогда беспрецедентный шаг, очень неожиданный для всех. Сейчас очень активную роль, намного более активную, чем целый ряд арабских стран, играет Иран, играет Турция, ну и декларативную, скажем, Пакистан, там можно еще найти при желании ни одну страну. Поэтому было бы в сугубо научных целях, целях интересно дополнить таблицу арабо-израильского конфликта именно не арабскими мусульманскими странами. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Еще раз спасибо, очень интересно такое. Спасибо большое, Сергей Александрович, я с вами полностью согласен, я просто намеренно пропустил этот момент для экономии времени, поскольку тем был арабо-израильский конфликт, да, и не брал не арабские страны региона, я абсолютно с вами согласен про роль Ирана, и абсолютно согласен с тем, что именно Иран взял на себя в какой-то степени лидерство, вот именно в плане радикального противостояния Израилю, переняв эту пальму первенства у всех арабских стран или даже у самых вовлеченных. Спасибо большое. Сергей Николаевич Серебров, пожалуйста. Я тоже хочу поблагодарить за очень интересный, отлично просто доклад, много высветивших. Ну вот у меня вопрос, знаете, у вас там на последних страницах было упоминание Мароха, как страны, которые продолжают двигаться в сторону, так сказать, нормализации Израиля, то есть в контексте вот событий последних, поскольку мы сегодня говорим. Вот я читал в Йеменской прессе, что там Марокко довольно решительные какие-то меры приняли, так сказать, для того, чтобы демонстрировать свое возмущение. Понимаете, самые решительные меры приняли Аужир и Тунис. Это, опять же таки, принятие законов, которые не просто осуждают, а запрещают любую... Нет, про них я знаю, я только про Марокко. А вот Марокко на этом фоне ничего подобного не сделаю. Все-таки связи экономические, связи политические в сфере безопасности с Марокко, с Израилем намного крепче. И поэтому я в данном случае почему говорю о том, что ливийские случаи не исключение. Это как раз, мне кажется, элемент политической риторики, призванной успокоить общественность, которая также, в общем-то, горячо солидарна с палестинским обществом, но политическая элита от тех выгод, которые ему сулит сотрудничество с Израилем, в том числе в плане сотрудничества с США, которые за это дают многое в Марокко, в том числе признание Западной Сахары, оно, в общем-то, никуда не девается. Этот фактор не отменяется. Поэтому, на мой взгляд, данные действия в Марокко, они носят косметический характер. Спасибо. Ну, я думаю, если мы продолжим эту дискуссию с участием Владимира Викторовича Орлова, например, он куда лучше меня раскроет этот аспект, касающийся внутренней марокканской ситуации.